Сегодня в Вашингтоне прошел марш против амнистии нелегальных иммигрантов. В колоннах демонстрантов вместе маршировали представители афроамериканской общины и сторонники консервативного движения Чаепития. По их мнению, нелегалы отнимут у граждан США рабочие места. Из американской столицы репортаж Александра Панова. Костюмированный персонаж комиксов Капитан Америка с огромным звездно-полосатым полотнищем. Черные безработные белые пенсионеры с одинаковыми плакатами. Требуем депортации нелегалов, демократы и республиканцы. А еще больше те, кто называют себя независимыми избирателями. Все они прошли маршем от Площади Свобода до Капитолия. Были и совсем непонятные демонстранты, например, в костюме фараона с требованием «верните нам Египет». Вашингтонский марш за рабочие места для американцев направлен против амнистии нелегальных иммигрантов. Латиноамериканская и афроамериканская община на двух последних президентских выборах отдали свои голоса за Барака Обаму. Но в этом вопросе они похожи противники. Зато союзником афроамериканцев стало движение «Чаепитие». Вот такой парадокс. Столичные безработные боятся. Если амнистировать часть из 11 миллионов нелегалов, то они и так и не найдут работу в округе Колумбия. Пенсионеры боятся, что с притоком новых граждан государственные пенсионные выплаты и социальные программы будут урезаны, а затем вообще обанкротятся. Афроамериканцы, в большинстве своем представляющие малоквалифицированную и дешевую рабочую силу, станут первой жертвой притока новых граждан, готовых занять их места. Здесь объединились и левые, и правые. У нас абсолютно разные взгляды. Например, на приговор по делу о смерти Тривона Мартина. Но сегодня мы все в первую очередь американцы. Так проходит слава. Сенатор Марка Руби из любимца чайного движения моментально в глазах его сторонников стал ренегатом, когда поддержал миграционную реформу в составе так называемой «банды восьми» — межпартийной группы сенаторов, в которую вошли очень разные политики. Например, Джон Маккейн и Чак Шумер. С притоком иммигрантов реальный заработок среднего американца упал на 20% по сравнению с 1970-м годом. Начиная с 2000-го года, заработок американок снизился на 6%. В этом движении чаепития винит президентов двух Бушей, Клинтона и Обаму. Мы в гневе на этот законопроект, принятый сенаторами. Мы не против иммиграции. Америка — это страна иммигрантов. Этот закон подразумевает колоссальные траты денег налогоплательщиков. Амнистию готовы предоставить даже уголовникам. Это не по-американски — давать гражданство тем, кто избивает своих жен и детей. Нам это не нравится. Пришедшие на митинг законодатели-республиканцы из Нижней Палаты Конгресса заверили демонстрантов, что в Палате представителей закон об амнистии не пройдет. Мы находимся здесь, потому что наши президенты, начиная с Буша-старшего, не выполнили те законы, которые были приняты. Если бы последние четыре президента выполняли законы об иммиграции, сегодня мы не стояли бы здесь, не говорили об амнистии и гражданстве для нелегалов. Нам нужны только те иностранцы, которые сделают Америку сильнее, а не слабее. Афроамериканская община не едина в этом вопросе. Сегодня же 134 черных священников опубликовали открытое письмо в поддержку, цитата, «братьев и сестер из иммиграционных семей», многие из которых представляют нашу общую родину — Карибские острова и Гаити. Согласно опросу Общественного института по изучению религии, 68% афроамериканцев выступают в поддержку предоставления гражданства нелегалам, уже находящимся на территории США. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевия, Вашингтон.